МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Желание вырастить в домашних условиях крепкую и здоровую рассаду овощных культур толкает нас, садоводов и огородников, отводить под нее самые светлые участки нашего дома, то есть подоконники. А вот цветы с подоконника перекочевывают в самые неподходящие для этого условия, в темные и дальние уголки квартиры. Каков же выход? И можно ли обеспечить абсолютно всем растениям комфортные условия произрастания? Конечно, можно. Нужно просто использовать для этого вертикальные поверхности, то есть стены. А вот как, об этом расскажут специалисты. Добрый день. Здравствуйте. Я думаю, что посетители не могут ни обратить внимания, ни посмотреть на эту замечательную зеленую стену, полную цветов и всевозможной зелени. Да, ее сложно не заметить. Это прекрасный уголок зелени, тропический сад. Как называется эта система? Это новый продукт, который продается в нашем магазине. Это набор вертикального сада «Экостена». Из него, собственно, состоит этот прекрасный зеленый уголок. В комплект входит поддон из пищевого пластика, это гипоаллергенно-безопасное сырье. Входят стальные держатели, которые покрашены дорогой итальянской краской, обеспечивающей защиту от коррозии в течение 10-15 лет. Самое главное – входит влагораспределяющий материал, который позволяет растениям питаться. Он удерживает влагу и дает растениям пить в перерывах между поливами. То есть это специальные лотки, куда ставятся растения непосредственно в горшках? Совершенно верно. То есть человек, придя в магазин, купив такой набор, купил обычные растения, не пачкая руки, не высыпая земли, просто расставляет в лоток, и вертикальный сад готов. То есть кажется, что тут такого, за что платить деньги? На самом деле, в этой системе порядка, как нам сказали, 10 лет опыта компании-разработчика, на нее получены два патента. Принцип очень прост, он воспроизводит природный принцип полива. То есть, когда человек поливает растения, поливать это очень просто. То есть берет обычную бутылочку воды и просто в самый верхний лоток выливается. То есть не в горшок поливает? Нет, 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 не глядя, просто перебьется вода. А система сама распределяет воду, подводя ее каждому растению. Вот. И достаточно где-то, ну, два раза в неделю человек уделил там 15-30 секунд своего личного времени, перевернул бутылку с водой и уйдя по своим делам. Все остальное время растения прекрасно себя чувствуют, живут, и им это очень нравится. Куда сливается вода, лишняя влага? В нижний поддон вставляется по затычке, и все. Вода не застаивается. В нижний поддон приходит ровно столько воды, сколько нужно для растений, столько же, сколько и вверх. То есть, правильно я понимаю, между поддонами существует равномерное распределение воды? Совершенно верно. Несмотря на то, что поливаем мы в верхний поддон, каждый лоток получает ровно столько воды, столько. Совершенно верно. Точно так же, как растения привыкли пить эту воду, растя в Голландии, в теплицах. Есть нижний ряд отверстий, через которые они пьют, а верхний ряд, через которые они дышат. Именно это позволяет растениям прекрасно себя чувствовать даже без пересадки. На многие люди задают вопрос, а как, а почему, надо же пересаживать, нас так учили с детства. На самом деле пересаживать нужно по одной простой причине. Когда человек сажает в обычный горшок, им очень сложно полить это растение без пересадки. Вода будет все время стекать вниз. А здесь вода не сверху вниз падается, а снизу вверх. И растение само пьет именно столько воды тогда, когда оно хочет. Давайте поговорим о правильном уходе. Ведь растения, которые мы принесли домой в горшках, они ведь тоже будут нуждаться и в подкормках, в удобрениях. Как в этом случае? Ну, конечно, растение живое организм, и всегда ему нужно что-то поесть, помимо воды, как и человека. Ну, помимо того, чтобы попить. Ну, уход очень простой. То есть, как любое растение, там, раз в месяц добавляется удобрение, жидкое, вместе с поливом. И растения этого достаточно. Для жизни роста растения необходима аэрация почвы. Именно поэтому мы там рыхлим, да, на огородах, там, зубочистками дыряем в домашние горшочки, чтобы они дышали. А здесь все прекрасно. Здесь же есть как раз эти отверстия, с которыми они дышат. Есть свободный ток воздуха, и растениям именно поступает много кислогаза и кислорода. Плюс есть сделать правильный свет. Это примерно вот на базовый набор, это 14 ватт светодиода холодного спектра. Именно холодного, чтобы, иначе, если на них тепло, они будут разрастаться, там, вываливаться. А холодный, они думают, что где-то высоко в горах, они должны быть низкими, широкими, чтобы их ветер не сдул. Именно то, что нужно для вертикального сада. То есть вешаем лампочку, там, 14 ватт, и вертикальный сад превращается в источник вдохновения, который не требует почти никаких усилий, а дарит только созерцание, очищает воздух, убирает лишнюю пыль, борется с вирусом. Ведь вы знаете, да, растения, они же выделяют фитонциды, которые убивают вредные микробы и вирусы. Особенно все зоны, да, высоких риск эпидемий, они хорошо спасают. То есть вот эта вертикальная стена, она практически способна заменить увлажнитель воздуха. Она способна какой-то очиститель воздуха. Пыль оседает на растениях, да. И фитонциды, опять-таки, это уже биологическая очистка воздуха в помещении. Более того, еще один очень важный плюс от наших прекрасных помощников растений, которых мы как бы не замечаем, но только ощущаем, это они выделяют кислород и поглощают углекислый газ. Это выражает в том, что у вас в квартире легче дышится, у вас реже болит голова, вы лучше себя чувствуете. Это прекрасно. Скажите, а любые растения можно разместить на такой вертикальной грядке или нет? Любые растения в 12-14 горшках и высотой там не более 45 сантиметров. То есть высокоростные там пальмы сюда, конечно же, не подойдут. А вот такие вот молодые пальмочки, драцены, да, их можно сажать, они там 2-3 года спокойно здесь поживут, пока они станут большими, тогда их уже можно пересаживать в обычный горшок. Ну вот меня, например, беспокоит следующий вопрос. При поливе здесь все растения получают равное количество влаги? Они получают равные возможности получить эту влагу. Вот, это принципиальное отличие. Но пьют они ровно столько, сколько нужно именно каждому конкретному растению. Потому что есть растения более засухоустойчивые и более засухолюбивые, так скажем, не терпят постоянного увлажнения грунта. А есть и растения, которые вот пересох земляной ком, и все, для них это уже равносильно смерти. Да, именно поэтому здесь мы не поливаем растения, мы делаем воду, доступную для растений. Именно тогда, когда они хотят, они начинают пить. Не хотят пить, пьетку заставляют, будут пить соседи. Какой еще уход за этой системой должен быть? Ну, за самой системой, в принципе, никакого ухода не нужно. Уход нужен растениям, да? Растения бывают разные. Бывают растения, которые практически не требуют ухода. Бывают лианы, которые нужно обрезать, да? Там поддерживали, чтобы они были не более полутора метров в глубину. А есть растения, которые очень чувствительны сквознякам, да? Надо смотреть, чтобы, особенно фикусы, можно что-то поставить, маленький фикус, как вот на стене они стоят. Видите, они стоят в углу, чтобы она их не дул ветер. А если вы поставите их на то место, где сквозняка, они могут осыпаться. То есть это различные факторы, ну, как обычно, растениям учитывают. Система же просто позволяет минимизировать ваши трудозатраты. Разговор об этой системе мы продолжим буквально через мгновение. А сейчас я приглашаю всех наших телезрителей присоединиться к маленькому мастер-классу. Все без исключения комнатные цветы продаются в магазинах в однотипных коричневых или черных горшочках. Согласитесь, поставить такое растение в домашних условиях – это неинтересно. Можем с вами сделать замечательное кашпо для растений своими руками. При этом не потребуется никаких особенных материалов. Для этого нам нужна пластиковая бутылка, канцелярский нож, старый использованный CD-диск и клеевой пистолет. Ну и любая краска в аэрозольном виде, которая у вас есть под рукой. Я взял золотой и серебристый металлик. Итак, поехали. Начинаем с того, что у бутылки мы откручиваем крышку. Она не нужна. Здесь будет находиться дренажное отверстие. Теперь удаляем половину пластиковой бутылки канцелярским ножом. Здесь мы должны с вами сделать своеобразные волнообразные разрезы, которые добавят декоративности нашему изделию. Можно это проделывать и с помощью домашних ножниц. Выбирайте инструмент, который вам удобнее всего. Мы сделали волнообразный разрез и теперь должны прикрепить горлышко бутылки к основанию. А основанием является как раз пластиковый диск. С помощью клеевого пистолета мы прямо на горлышко наносим немного клея и прикрепляем к основанию. Даем нашей конструкции немного остыть. Узоры, которые нанесены на прозрачную бутылку, обычно не видны. А вот с помощью краски, например, золотой или серебристой, мы можем проявить этот рисунок. Возьмем баллончик и произведем окрашивание легким движением руки. Современная краска моментально высыхает. И буквально через полчаса мы можем пользоваться нашим изделием. Берем, не пересаживая растение, которое у нас имеется под рукой, и помещаем в нашу, в наше декоративное кашпо. Кашпо, которое мы с вами сделали, оно не только красивое, но и практичное. Снизу имеется дренажное отверстие, через которое будет сливаться лишняя вода после полива. Так что растение будет чувствовать себя здесь превосходно. Ну а мы с вами продолжим знакомиться с вертикальными домашними садами. Я вижу, что здесь представлено два набора. Мини и набор базовый. Что в комплектации в одном и в другом? Мини-набором в три раза меньше базового. То есть, если говорить о комплектации мини-набора, то в нем находят два поддона из прочного пластика. Входят держатели стальные, крепеж под любую поверхность. Будь там гипсокартон, полый кирпич, пеноблок, бетон. То есть вам не нужно бегать по магазину, искать, чтобы это закрыть. А, вижу, вот для восьми растений. Да, и подходит там максимум до восьми растений в четырнадцатых горшках. Ну, в целом, если это большие объекты, там можно по шесть растений ставить. Если у вас небольшой размер, то можно по восемь. Часто их берут для рассады, да, то есть, чтобы не захламлять свои подоконники. Добывать просто места не хватает. Рассады требуются и для баклажанов, и помидоров, и перца, и цветочных культур. В этом случае он прекрасно подает вертикальный рассад. Он освободит ваше пространство или даст вам новые, чтобы вы могли спокойно высаживать рассаду. То, что в этих наборах спокойно можно выращивать редиску, можно выращивать даже пряную зелень, салаты, помидоры, томаты черри небольшие. То есть, у себя дома может создать свою городскую ферму небольшого размера. Вот человек приобрел, допустим, мини-набор. Он повесил у себя дома его, нарадоваться не может, и пришло время ему добавить отдельных лотков для того, чтобы увеличить площадь вертикального озеленения. А можно ли совмещать вот эти наборы? Да, даже нужно совмещать. Это все масштабируемо. То есть, человек может взять коробочку мини-набора, повесить, посмотреть, потестировать. О, классно, нравится, растет. И дальше он может покупать либо мини-наборы, либо взять сразу же базовый набор и сделать. А начав с маленького кусочка, полметра на 40 сантиметров в высоту, он может сделать вертикальный сад любого размера. Нет ограничений. То есть, можно хоть весь магазин, условно говоря, сделать. Или всю стену в доме. Сделать вертикальный сад. Растения в отдельных горшках на подоконнике и вертикальная стена. В чем отличие принципиальное? Когда человек ставит растение на подоконнике, он отдает весь свет растениям. То есть, он любитель растений, у него в комнате полумрак, а растениям хорошо. Ну и плюс, соответственно, когда растение на подоконнике, часто это сложно полить аккуратно. Всегда грязный подоконник, иногда вода на пол поливается. То есть, паркет уже не постелишь, либо часто страдаешь за него. Другое дело, там вертикальный сад. В базовый набор вмещается, допустим, до 24 растений. И за ними не надо ухаживать сложно, да, то есть поливать каждый растений. Вы просто выливаете воду в верхний поддон, и вода сама доставляется к каждому растению. И кроме того, мне кажется, что растения, находясь вот в таком близком сообществе, они тоже вот в этом микроклимате чувствуют себя намного лучше, чем по отдельности. Вы совершенно правильно говорите. Когда растения вместе, они как бы друг другу помогают. Они друг другу создают такой микроклимат, где более высокая влажность, чем в помещении. И поэтому даже растения, которые более требовательны к влажному воздуху, а мы знаем, что зимой, да, обычно у всех сухо, они себя хорошо в любом случае чувствуют. И мне кажется, что тут еще есть преимущество. Мы можем отдельный горшок взять, обработать растение, если оно поражено какими-то вдруг, тут, конечно, вредителями или болезнями, провести душ для растений, да, для каждого. Растение подобрать свой уход. Вот тут очень важно. Совершенно верно. То есть поскольку растения у нас не сидят в земле в горхах, а оно находится в каждом своем контейнере, нам его легко взять и заменить или обработать. Теперь мне абсолютно понятно, как работает этот вертикальный сад и живет. Я думаю, что это все понятно и нашим телезрителям. Большое вам спасибо. Был рад поработать. И до свидания.